В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Волна коррупционных задержаний в Одессе. Сегодня после обеда на углу Пушкинской и Успенской задержали временно исполняющего обязанности начальника следствия Приморского райотдела полиции Вячеслава Кисенко. Операцию проводил Департамент внутренней безопасности борьбы с экономической преступностью нацполиции совместно с Генпрокуратурой. В автомобиле Кисенко нашли 70 тысяч долларов. По этому же делу в облсовете задержали начальника отдела природопользования Александра Харлашина. Параллельно силовики проводили обыск в автомобиле начальника юрдепартамента Затокского поселкового совета Вячеслава Нестеренко возле Макдональдса на проспекте Шевченко. По данным правоохранителей, мужчина требовал и получил от жительницы Одесской области 135 тысяч долларов за решение земельного вопроса в Затоке. Кипятильник оставлен и без присмотра – самая вероятная причина пожара в детском лагере «Виктория». Экспертиза, которую провела исследовательско-испытательная лаборатория облуправления ГСЧС, определила, что пожар начался в жилой комнате на первом этаже корпуса, именно в том месте, где стояла тумбочка. В этом номере проживала худрук танцевального ансамбля «Адель» Татьяна Егорова. Отмечается, что она забыла электроприбор, поскольку спешила на вечернюю планерку руководства лагеря. И уже возвращаясь, она увидела огонь в окнах деревянного корпуса. Эксперты считают, что якобы забытый женщина кипятильник и привел к пожару, в котором погибли три девочки. Тем временем, оглашение полного текста определения Приморского суда по мере пресечения директору лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну в назначенное время не состоялось. Родители детей из ансамбля «Адель» с недоумением обнаружили, что зал суда закрыт и выяснили, что текст зачитали еще вчера. Пока мы стояли, ждали, вышел прокурор и сказал, что только что узнал о том, что читание этой ухвалы, которую принял суд, было вчера. Об этом мы узнали, опять же, сегодня уже здесь. Считаем это проявлением полнейшего неуважения и, наверное, даже трусости. Человек, который вынес такое решение, просто не нашел все смелости посмотреть в глаза родителям пострадавших и погибших детей. Родители заявляют, что будут присутствовать на обжаловании решения Приморского суда, который, напомню, 15 ноября отпустил Петроса Саркисяна под залог в 128 тысяч гривен. К тому же, по информации некоторых СМИ, после выхода из СИЗО директор лагеря слег в одну из частных клиник с диагнозом инфаркт. Жители ЖК Новые Черемушки перекрыли дорогу. У людей отключили свет и отопление из-за долгов перед нафтогазом. Содолженность погасить они готовы, но существует трехсторонний договор, согласно которому есть обязательства у застройщика. Правда, сам застройщик находится в розыске. Пока его ищут, люди буквально выживают в собственных квартирах. Говорят, дома им приходится ходить в куртках, обогреваться каминами нет возможности, так как выбивают пробки. Из-за этого в доме перебои и со светом. В основном жители Новых Черемушек – это молодые и многодетные семьи. В эксплуатацию дома были введены два года назад. В квартирах невозможно находиться. Сколько градусов у нас? Где-то 14-16. Ребенок болеет часто, причем за этот период. Нам нужно отопление. Два раза, да. У нас свет не выдерживает этих мощностей, поэтому мы не можем включать ни камины, ни кондиционеры, ничего. Поэтому вышли, естественно. С 2015 года у нас нет ни отопления, ни электроэнергии, ни воды. У нас заселяются дети. Нас прописывала районная администрация, нам выдавали документы. Живет порядка 12 многодетных семей. Сейчас в наш благострой, новострой заехали двое деток из роддома, новорожденные. Отопления нет. Электричество выключается, потому что ни одни тех условий не выполнены застройщиком, которого привлек УКС в лице городских властей для застройки этого дома. Выключаем все электроприборы, включаем камин. Единственное, что работает дома, это холодильник и камин, чтобы обогревать квартиру. И вот так вот чередуем, так как у нас все на электрике. Нет света, нет воды, нет ничего. То есть у нас дом полностью отрезан от мира. Тоже маленький ребенок. И так же само одеваемся и спасаемся как на улице, так и дома. В этом месяце я заплатила 3700 за квартиру. За свет у меня 1400 гривен вышло. Перед тем, как перекрыть дорогу, люди провели митинг под стенами Малиновской райадминистрации. Альтернативой могла бы стать отдельная подстанция. Но пока, по словам главы райадминистрации, такой вариант не рассматривают. Сегодня вот то, что вы сейчас собрались очередной раз. Ну, дополнительно, дополнительно потолкнуть нас к тому, чтобы мы начали действовать в ваших интересах, дополнительно нет смысла. Мы и так делаем все зависящее, как районная администрация, так и руководство города. Все зависящее, чтобы разрешить этот клубок. Клубок проблем, который накапливался с момента того, как вы приняли решение быть инвесторами вот этого жилого комплекса. Если в квартирах не появится тепло в ближайшие дни, люди обещают перекрыть трассу Одесса-Киев. В полиции подтвердили факт обнаружения оружия в двух автомобилях на подземном паркинге нового привоза. В четверг на линию 102 поступило сообщение про якобы заминирование транспортных средств. На место событий прибыли наряды полиции и взрывотехники. Было выявлено автоматично оружие с дополнительным саморубным устройством для нее, две помповых рушницы, а также несколько тысяч наборов разноманитного калибра. Выключено, направлено на экспертизу. По данному факту, открыто криминальное проведение за статтею 263, частью 1, и статтею 259, частью 1 Криминального кодекса Украины. Вчера вечером на одном из СТО, которое находится на территории бывшего завода «Краян», произошел пожар. Возгорание возникло внутри бокса, и впоследствии огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Было привлечено 4 единицы техники и 18 человек личного состава. Сгорело два автомобиля, и, к сожалению, у нас есть погибший работник СТО. Причины пожара и смерти выявляются. Пожарные полностью ликвидировали пожар, но огонь успел уничтожить два автомобиля, детали и оборудование станции. Вероятной причиной смерти работника специалисты, которые обследовали тело на месте, считают отравление угарным газом. Говорят, мужчина пытался покинуть помещение, но не успел открыть дверь бокса и угорел. Кроме того, очевидцы сообщили о том, что в последнее время мужчина часто выпивал. Арендатор помещения СТО рассказал, что мужчине было около 40. Он тоже взял в аренду часть помещения. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего. Эксперты службы чрезвычайных ситуаций выясняют причину возгорания на СТО. Сегодня состоялась внеочередная сессия облсовета на повестке дня изменения в программу «Защита и забота». Вопрос вызвал у депутатов оживленную дискуссию. Депутатам необходимо было распределить деньги, которые остались от невыплаченной за период 2015-2016 годов материальной помощи. Кроме того, департамент соцзащиты обл администрации предложил народным избранникам сократить на 120 тысяч гривен помощь пострадавшим в лагере «Виктория», а также почти на 350 тысяч выплаты ветеранам-афганцам. В то же время департамент предложил выделить 600 тысяч гривен на подготовку к торжествам, связанным с соцзащитой. «Хочу высказать еще раз свою точку зрения, что я категорически против увеличения на 600 тысяч статьи 4.1.1 ведь цветкувания памятных дат, повязанных с социальным заходом. Это кощунство, по-моему, когда в период очень тяжелого материального положения большинства граждан мы 600 тысяч тратим на квитковые композиции, на заказ готовой еды, на дорогие куштовни-подарки. Я считаю, что можно скромнее затянуть пояса и эти 600 тысяч направить адресно на афганцев, с которых вы снимаете, на многодетных, малых и прочих». В свою очередь руководитель профильного департамента Лилия Коваленко пояснила, что 120 тысяч – это та сумма, которой не воспользовались пострадавшие в результате трагедии «Виктории». Поступило предложение все равно распределить эти деньги между семьями пострадавших. Однако депутаты его не поддержали. Также депутаты приняли решение не сокращать финансирование ветеранских организаций и в целом поддержали обновленную программу помощи социальным слоям населения, защиты и заботам. «Лишний, ну нельзя сказать, что это лишний, да, остаток этих денег был также переведен на помощь, материальную помощь гражданам Одессы и Одесской области. Почему это было сделано? Потому что вот в этом направлении у нас большущая, ну простите за такой сленг, дыра находится. И у нас сейчас есть очень много людей, которые еще, память мне не изменяет, с второй половины 2016 года ожидают эту материальную помощь. И некоторые из них, к сожалению, уже даже покинули этот мир». Нынешняя сессия стала последней для представителя фракции «Солидарность» Олеся Ветрянова. Съезд партии принял решение отозвать его из областного совета. Кресло Ветрянова в зале занял экс-вице-губернатор Александр Остапенко. Одесский СМЭП, который отвечает за светофоры и дорожную инфраструктуру, изменил разметку на улице Краснова. На скоростной дороге возле районных электросетей коммунальщики добавили пятый ряд, который фактически выводит машины на встречную полосу. Новые линии начертили ночью 15 ноября, и они вызвали недоумение у водителей. «Как вам новая разметка?» «Никак». «Сложнее стало ездить здесь?» «Намного». «Ну разве нормальный человек такое сделает?» «А в чем сложность? Что теперь в лобовой можно?» «Да я как-то думаю. А если, допустим, ладно, сейчас, а вечером? Вот нема освещения дальше, что прямо-таки поехал, я и в лоб, в лоб». «Едет по скоростной, видите, вот такие две машины, им не мешает же неправильное движение. Дальше что будет, не знаю. Вот стоят две машины на повороте, они не мешают движению. Спокойно две полосы проходят». В СМЭПе изменения объясняют потребностями жителей новых домов, которые появились в этом районе недавно. Но после шквала критики чиновники решили исправить свою ошибку. Сейчас рассматриваются два варианта решения проблемы. Планируют либо вернуться к старой привычной схеме, но при этом с левой полосы будет разрешено поворачивать налево. Либо четыре полосы сузят до минимальной ширины и добавят еще одну пятую, с которой можно будет поворачивать. И вновь полиция обращает внимание водителей. Пропускайте транспорт со спецсигналами. Патрульные совместно с врачами провели рейд на одесских дорогах, чтобы зафиксировать случаи препятствования свободному проезду машин скорой помощи. Только за 10 месяцев они выписали 145 протоколов за нарушение правил дорожного движения, как раз по этой статье. Штраф за непредоставление преимущества скорой составляет 510 гривен. Именно столько может стоить чья-то жизнь. На месте пациента может оказаться любой из нас. И надо относиться с уважением. Помогут ли такие акции, как сегодня, улучшить ситуацию? Да, это улучшит ситуацию. Это даст понять многим водителям, что нужно пропускать. И что все-таки каждый из нас не застрахован ни от чего. А вот случаи в ДТП с участием машин скорой помощи за последний год зафиксировано лишь несколько. Во время рейда водителям раздали информационные буклеты. Также патрульные полицейские проведут профилактические беседы с пешеходами. Также сейчас будем проводить еще и с пешеходами беседу. Почему? Потому что также в правилах дорожного движения прописано о том, что при сигналах спецтранспорта пешеходы не должны выходить на проезжую часть даже при зеленом сигнале светофора. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо! Оставайтесь с репортером.